Спонсор программы компания электроцентра наладка Программа репост приветствует дорогих интернет-товых зрителей в эфире открытого канала. Наша скромная редакция читает за вас весь интернет и вместе с экспертами в студии разбирает по косточкам самое важное, на что стоило бы обратить внимание. Тревожная обстановка в интернете и соцсетях поставляет бесперебойно нам актуальные темы к обсуждению. И, наконец, назрела необходимость пригласить в студию экспертов для оценки, скажем так, теперешних времен и нравов с психо-социальной точки зрения. Эксперты в студии сегодня. Алексей Старцев, врач-психиатр-нарколог высшей категории. Дмитрий Петров, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, антропологии и социальной работы СГТУ. Начнем, пожалуй, со свежих данных соцопросов, которые только что появились в интернете и которые, может быть, нам дадут какую-то картину входящую. В самом конце декабря фонд «Общественное мнение» опросил граждан на тему отношения к России в мире. И оказывается по ответам, что живем мы в развитой передовой стране, это с 57% в феврале 2014 года до 69% в конце года, в декабре непосредственно. Мы живем также в богатой стране, мнение показывает скачок с 58% в начале года до 66% в конце года, в свободной стране здесь увеличение с 60% до 73%, в стране, которые боятся в мире с 68% до 86%, в стране, влияние которой растет с 55% до 67%. Вот только граждане отмечают в этом опросе, что нас не любят и не объективно к нам относятся. И согласно ноябрьскому исследованию Левада-центра, 68 респондентов считают Россию великой державой. В сентябре 2012 года таких было 48%. Как вы думаете, наверное, сначала мы обратимся к социологии, какой портрет теперешнего россиянина мы можем простыми человеческими словами обрисовать на основе вот этих вот данных? Так, знаете, сложно сказать. Дело в том, что опрос, есть опрос. Людей спрашивали, люди высказывали свое мнение, отвечали на эти вопросы. Как мнение-то формируется? Оно, собственно, формируется в основном средствами массовой информации. А вот я не думаю, что, говоря то, что русских не любят за границей, это люди отвечали, так сказать, на собственном опыте после своих зарубежных поездок. Потому что у нас всего 20% россиян вообще ездят отдыхать за границу. Ну вот, ну, хорошо работает пропаганда. А сказать общий портрет, это, знаете, это как Пол Лазерсфельд в свое время сказал, что средний американец наполовину женщины и чуть-чуть беременная. Тут что-то сложно конкретно сказать. Ну да, по общему портрету я вот тоже могу добавить, невольно вспоминаются наши классики, что губы, нос, уши и так далее вот от разных женихов и будет идеальный портрет. Так что здесь общий портрет, да, сложно, конечно, говорить, но я так полагаю, что оценивая данный социальный опрос, вот этот социологический, свежий, наша задача оценить, что это такое. Это эйфория или объективная оценка? А если это эйфория, то что это? Это опьянение, наркоз, да, наркоз или же, может быть, это идет какое-то восприятие реальности. Ну, вот с точки зрения, допустим, прозвучало насчет средств массовой информации, безусловно, средства массовой информации – это прекрасное средство для наркоза. То есть, естественно, да, наркоз они могут давать. К тому же сейчас, учитывая те информационные технологии, которыми располагаем мы здесь, в общем-то, имеете технологии в своих руках, население можно обрабатывать. Но здесь я вот что хотел бы сказать и как психолог, и как психиатр. То есть, если хотелось бы, чтобы человек, допустим, себя оценивал, вот все-таки важно, чтобы человек оценивал себя позитивно. Почему? Потому что в депрессии можно погрязнуть. И депрессия может отшибать всякое желание действовать. То есть, то, что, допустим, у нас столько оптимистов прибавилось, это хорошо. И, в принципе, приятнее нам будет видеть на улицах счастливые лица, улыбаться друг к другу. Потому что все-таки вот хотелось бы, чтобы мы на улицах друг к другу улыбались. А сейчас, если у нас так все хорошо, то, надеюсь, мы теперь будем выходить на улицы, друг к другу улыбаться, подмигивать, создавать хорошее настроение. Раз мы великие, раз у нас все нормально, раз мы развитые и так далее. Дмитрий, как вы считаете, вот наука, социология, в том числе вот эти вот центры, которые проводят регулярные опросы, кто-то их обвиняет в том, что они несколько предвзяты и рисуют картину, которую у нас хотят видеть на верхах. Кто-то, может быть, говорит, что, ну где вы видели этих граждан? Вот я сажусь в такси, я захожу в транспорт, я не вижу эти счастливые лица. Да, я хочу видеть счастливые лица. Да, где они берут вот этих граждан, и действительно ли эти цифры объективны, которые дают нам ясное видение того, что... Нет, нет, достаточно информации по этим опросам. Вот я знаю, что мне попадались опросы именно Левада-центра. Там были большие выборки, которые, значит, по всей стране. В общем, это такая недешевая вещь проведение таких опросов. Ну, где-то, например, ну тысяч пять было. Это вот по всей стране, но представьте себе, то есть это репрезентативная выборка при там 150 миллионов, сколько там, 140, пардон, то есть и получается где-то пять тысяч на всех. То есть это выбираются случайным образом города или там регионы, значит, часть в городе, часть, значит, по области опрашивается. И это небольшое число людей. Если выборка сделана правильно, то можно, значит, погрешность оценить, там плюс-минус 5% где-то по таким выборкам. Поэтому и очень трудно найти человека, который вы бы знали, который попал бы в эту выборку. Хотя люди думают, что все люди разные, вот, допустим, таких, как я, нет больше. Вот на самом деле, по большому счету, их полно, которые думают точно так же. И, кстати, эпиграф есть к этой выборке, который нам сейчас огласили. Вот я хочу напомнить, его все знают. Над стороной счастливый ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. Это мы уже слышали, да, в конце 30-х, да. И то, что нам показывают вот эти данные, мы сейчас попытались, может быть, это назвать смело, можно, что поставили диагноз, да, вот как кем мы видим. Это просто один из вариантов интерпретации. Да, среднестатистического нашего гражданина. Это человек, который буквально верит тому, что ему говорят, и говорят ему в открытых источниках пропаганды. Так обозначили. Да, то есть, причины-то, почему человек верит безоговорочно всему, что ему говорят, буквально снимает там первый пласт информации и с ней уходит. Почему нет желания, потребности разобраться и проанализировать? Ну, здесь еще ведь есть момент. Вот что такое чувство, допустим, вот что такое свобода и свободный человек? Это масса всего хорошего и плюс огромная ответственность и необходимость что-то делать. И вот эта вот необходимость что-то делать, она может человека отталкивать. Почему? Потому что, допустим, если все нормально, а понимаешь, что ненормально, то, допустим, в чем-то, то само подсознание – это просто особенность человека. Это абсолютно нормально. То есть, любой нормальный человек, это не какие-то преступники так думают, а любой нормальный человек, он старается быть наиболее эффективным. И, допустим, какие-то ненужные нагрузки на себя не брать. И есть, конечно, люди, которые, ну, вгрызаются в материал, вот начинают тремнение собирать, сравнивать. А так, вот основная масса, вот обычные нормальные люди, вот им сказали, что все нормально, все отлично, замечательно. И на этом, ну, зачем себя перенапрягать? То есть, человек как бы отталкивается от этого. То есть, и для него это проще, ну, можно это назвать душевной ленью, допустим, можно это назвать такой вот энергосберегающей технологией. В принципе, любые живые существа, и люди, и животные, и собаки, и кошки, они стараются лишних усилий не предпринимать. И вот эта вот психологическая вот такая вот лень, ну, она чем чревата, что, может быть, человек что-то может упустить за этим. Потому что он, допустим, сам себе говорит, да, все нормально, отворачивается, а в это время может копиться, допустим, какая-то болезнь, какая-то проблема. И то, с чем надо было справляться, может нависать, нависать, и вот этот навес в итоге потом может рухнуть. Поэтому, ну... Таким комом нерешенных проблем. Да, поэтому, кстати, нужны средства массовой информации объективные, чтобы, допустим, они кричали, как попугай караул, льву мясо не докладывают, там, или еще что-нибудь. То есть, чтобы именно обозначали проблемы, и как таким прожектором высвечивали. Это нужно для гармоничной жизни общества. Ну, у нас пока есть источники информации, где мы можем получить информацию. С одной стороны, это телеканалы, которые нам рассказывают, что у нас все замечательно, и это отражается вот на картине мира, какой мы наблюдали по опросу. С другой стороны, вот зайдешь в интернет, там все ругаются, готовы убить друг друга, делятся на какие-то противоборствующие партии. Скажи, чей Крым, и я скажу тебе, кто ты. Скажи, виноваты ли были карикатуристы во Франции, что попали под калашников, и тоже я скажу, кто ты. Вот эта обстановка, когда человек пытается получить альтернативный источник информации, как сказывается на самочувствии и желании разобраться, взять на себя ответственность? То есть нет ли здесь схизиса? Вот я сразу могу сказать, вот в психиатрии термин схизис – это греческое слово, что означает расщепление. И шизофрения, само заболевание, оно именно буквально переводится с схизофрена – расщепление души. То есть когда одновременно присутствуют две или более тенденции, допустим, может быть, даже взаимоисключающих. То есть вот нет ли вот этого схизиса? Ну, что касается вот этого схизиса, ну, здесь, в общем-то, те, кто росли в Советском Союзе, мы уже привыкли, допустим, что в средствах массовой информации одно, на кухне другое. То есть как-то мы с этим выживали, но хотелось бы так далеко туда не возвращаться, потому что привыкли уже к нормальной, допустим, достаточно свободной информационной среде. И, допустим, назад по казармам как-то особо не хочется. Еще такой момент. Вот информация в интернете. Вот люди склонны все-таки подписываться на ту информацию, которую они хотят слышать. Они не подписываются на ту информацию, которую слышать не хотят. То есть вот если что, то обычно там все бан-бан. То есть они перекрывают каналы, а поступление вот этой информации, которая им как-то меняет картину мира. На самом деле, я вот по себе скажу, мне часто бывает очень трудно удержаться от того, чтобы там взять, ну, их нафиг вообще всех, вот их вот, не хочу их видеть. Думаю, ну, все-таки надо как-то с этим смириться, как бы чисто профессиональный интерес. Потому что, а вот на эмоциональном уровне забанил бы уже много. И что касается свободы, движение вперед невозможно без свободы. Мы свободу можем пытаться пригашивать, можем принимать законы, ограничивающие то те, то эти проявления свободы. Это да, здесь понятно, что наши труженики, депутаты, они готовы написать еще не один закон. Но если свободу совсем ограничить, несвободный человек не сможет двигаться творчески, не сможет развивать экономику, не сможет организовать новые эффективные методы производства. То есть, просто, даже вот чисто для нашей утилитарной жизни, несвободный человек, он не сможет быть эффективный. Несвободный человек, он может существовать только в условиях такого полупаразитического существования, когда он делает вид, что он работает, ему делает вид, что платят. И как бы вот это все идет. Но за весь этот праздник кто-то должен платить, допустим. Ну, раньше это были, вот, допустим, дуровые нефтяные деньги. Сейчас платить нет. Да, сейчас, ну, во всяком случае, они намного упали, то есть, сейчас надо будет, ну, чтобы что-то происходило, и что-то происходило позитивное. Если свободу просто затыкать, ну, понятно, мы можем поставить скороварку на огонь, все дырочки запаять и ждать, что будет. Ну, понятно, что ничего, кроме взрыва, не дождаться, поэтому свобода, она необходима. Да, я думаю, что и взрыва-то не дождаться. Вот вы же изучали в этом поколении, оно обладает энергией что-то менять, мы можем им, на них надеяться, это же политех, они будут что-то там делать, строить экономику. Я хочу сказать, что, скорее всего, просто люди уедут. Это самый простой и самый разумный выход из ситуации. Если им тут что-то затыкать, ну, есть только границы, не перекрыть. Не, ну, кто сможет, уедет, допустим, кто-то останется. Ну, понятно, но этот процесс, можно сказать, уже идет, допустим. Кто учил иностранные языки, особенно, и обладает востребованной специальностью, достаточно молодой. А вот, собственно говоря, вот что делать в Саратове, да, у нас все стараются уехать в Москву. Вот, примерно, ситуация та же, а те, которые там, стараются уехать уже дальше. Какая идея и лидеры способны сподвигнуть на изменения? Настоящих буйных мало, вот... Да, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Нет, ну, здесь я вот что могу сказать. Мы все равно сейчас, сейчас все равно немножко получше. Допустим, мы вот тот же фильм «Левиафан» с вами затрагивали, вот говорили про него. Он действительно отражает очень такие вот жесткие картины и, в общем-то, порой и жуть пробирает, вот глядя на все это. Но я сразу хочу отметить, что, в принципе, фильм оптимистичный. Почему? Почему, если, допустим, в прежние времена появляется такой Николай, его просто, как помните, лезвием по бритву и в колодец, и все. А здесь мы видим что? Что уже торжество закона, что его просто так нельзя. Его надо именно, чтобы, так сказать, законоподобное, законоподобная процедура произошла. То есть, уже, понимаете, то есть, уже как бы даже в таком фильме, как «Левиафан» отражено, что стало чуть-чуть получше. Потом расстрела нет ему, видите, ему 15 лет дали всего. Но адвокату-то навешали. Ну, адвокату, да. Ну, да. Тоже окончилось. Я что, кстати, хочу сказать. Фильм «Левиафан» нам еще демонстрирует вот этот закон о том, что смертная казнь не нужна. Почему? Ну, все-таки за эти 15 лет, может быть, кто-то вспомнит про Николая, его выпустят. То есть, смертной казни нет. Но я имею в виду, то есть, даже в самом мрачном взгляде и то присутствует оптимизм. А так вот, я вот что думаю, что Россия такая страна, что у нас все время рождается. Даже, допустим, таланты уедут, новые рождаются, новые появляются. Даже те люди, которые не были талантливы, а просто потихонечку возились где-то, скапывали свой маленький огородик, условия жизни меняются, и они могут, понимаете, проснуться. Потому что у нас люди, ну вот я насколько сталкивался, знаю, они талантливые. И даже вот он спокойно занимается своим маленьким делом, а в нем талант. Понимаете, помните, как Стора в школе, у которого, что бороду на Карла Маркса похожи, бороду закрыть можно, а у Миши куда девать. То есть, условия жизни, они будут выталкивать. То есть, люди будут проявлять себя и будут отрываться от своих обычных занятий и будут что-то делать. Потому что, в принципе, сейчас идут достаточно серьезные изменения. И просто так уже вот это потихонечку тянуться не будет. То есть, должны будут идти какие-то изменения. Хотелось бы, чтобы они были некровавыми, ну такими, спокойными, чтобы обошлось без вот этих пертурбаций. Но вот эта вот психологически страна все-таки не готова к революциям и так далее. То есть, психологически народ у нас достаточно устал от этого вот за 20 век. И я надеюсь, что будет идти без таких вот пертурбаций. Когда, допустим, в жизни человека, в его психике что-то происходит, появляются новые возможности. Потому что вот вчера мы отмечали, ну вспоминали Высоцкого, 25 января, его день рождения. И помните его песню про колею. Как из нее трудно выбраться. И у нас вот десятки миллионов людей, они бегут каждый по своей колее в основной массе. И находятся в ней. И трудно выбраться. И пока, допустим, он не наткнется на что-то и не начнет думать, он из этой колеи не выберется. И здесь вот, ну как бы, жизнь будет подталкивать, что давай, давай, Иван, начинай думать, что ты можешь сделать, как ты себя проявлять. То есть, и хотелось бы, чтобы вот эти изменения шли, ну, по возможности, мирно и доброжелательно. Таким образом, истину какую-то мы с вами не очень нашли, так и остались, наверное, при полярных мнениях. И у вас оптимистичный взгляд на то, что будет происходить. У вас несколько пессимистичных. Понимаете, насчет вот ураган и новой возможности, я что-то вспомнил. Притчу одного автора, к сожалению, забыл фамилию, попадалась в интернете. Он поймал жука. Жук смешно ползал. Тогда он оторвал ему лапку. Жук стал ползать еще смешнее. Тогда он оторвал ему все лапки. Жук устало лежал и никуда не полз. Ты скучный, сказал он ему. Ты не можешь смешно ползать. Но ведь я не могу ползать, у меня же нету ног. Ну да, отмазка всегда есть. Ты посмотри вокруг, мир полон любви. Это да, сказал жук. Ну да, такая немножко грустная притча. Но я что хочу сказать, чтобы хотелось бы тоже со своей стороны подытожить. Помните, кто такой оптимист? Кто такой пессимист? Это хорошо информированный оптимист. Да, это можно так говорить, но все-таки надо знать, что мы люди. А что такое человек? Это бриллиант многогранный. И если, допустим, человек в своей сегодняшней жизни проявляет какие-то свои грани, это не значит, что у него нет других граней. И если возникают новые условия жизни, даже трудные, это повод для того, чтобы проявить новые грани и становиться сильнее. То есть нужен именно вот такой настрой. И в принципе, если, допустим, все общество будет на этом консолидироваться, то можно будет найти достаточно хорошие пути. Это совершенно однозначно. Я во всяком случае на это надеюсь, в это верю и не сомневаюсь, что так и будет. Таким образом, для наших дорогих интернет-товозрителей мы однозначных рецептов выдать не можем. Каждый человек должен получить максимум информации, сделать для себя выводы и настроиться на свою миссию. И как сказал мне таксист, говорит, зажрались, зажать надо меньше. И это нас ждет. Судя по последним заявлениям некоторых замгубернаторов, губернаторов и наших вице-премьеров вдовольствием. Спасибо большое за сегодняшнее экспертное мнение. Сегодня в передаче мы решили ввести институт третейского мнения со стороны. И в качестве эксперта я пригласила Илья Евгеньевича Карпера. Илья Евгеньевич, вот вы наблюдали за нашей беседой. Все, конечно, неоднозначно. Даже если бы мы хотели для наших дорогих, уважаемых интернет-товых зрителей представить какие-то рецепты, нам это, наверное, не удалось. Очень сложно было. Мнения разделились так же, как везде в интернете. Как вы считаете? Почему согласия нет? Согласия нет, потому что ваши собеседники, а я как психолог могу констатировать, что диалог удался, то есть один говорил, другой подхватывал, перебрасывал идею назад, высказали весьма широкую палитру мнений. Я не могу сказать, что мнения поляризовались, скорее они накидали очень широкую палитру мнений, может быть, даже более или менее полный диапазон. Я считаю, раз уж вы меня тут назначили в Третьейске, меня прямо напрашивает слово «судья», неожиданно попал в органы правосудия. Это достоинство, я считаю, состоявшегося диалога. Ну и недостатки являются прямым продолжением достоинств. Очень широко, но не очень глубоко. Меня как психолога, к сожалению, научили, что надо копать вглубь, пониже, чем обывательские представления, литературные штампы, даже прекрасно использованные притчи и научные метафоры. Если копать глубже, то это уже обращаться к каким-то специальным научным инструментам. Здесь были представлены, условно говоря, две позиции – психолог-психиатр и социолог. Если посмотреть издалека, то, например, демографический взгляд для меня напрашивается. А он очень простой. Мы все жители Российской Федерации очень заинтересованы. Ну, кушать будем плохо, хуже, чем сейчас. Это можно пережить. А чем душа-то успокоится? Что будет в конце? Или по-простому сказать, будет кровянка, или обойдемся на этот раз. Демограф говорит, добавляет оптимизм, а никакой кровянки с точки зрения демографии не будет, потому что население старое. Старое в среднем и неспособное. Кто у нас бунтовал в последнее время? Ну, шахтеры очень мирно бунтовали. Приехали в Москву и касками постучали по мостовую. По-настоящему бунтовала только одна категория граждан. Наши глубоко уважаемые пенсионеры. Вот они действительно показали власти, что такое массовый социальный протест. Тут все было просто и понятно. Монетизировали льготы, и люди ответили на это весьма добротно. Не хуже, чем в Европе, не хуже, чем в США. Нас уже подготовили к тому, что пенсии будут заморожены в 2015 году. Послушаем, что скажут пенсионеры. Достаточно это, так сказать, для них стимул, чтобы продемонстрировать по бихевиоризму соответствующую реакцию, или они останутся в стороне. Второй взгляд тоже очень важный, тоже научный, исторический. Мой коллега Алексей Старцев припомнил Высоцкого, припомнил колею. Вот у нас, когда мы говорим на публицистическом уровне, очень часто противопоставляют нынешние времена, то, что ждет нас впереди, лихие 90-е. Вы много по возрасту говорили о советских временах. Можно было при помощи и царя-батюшку. Кто-то еще помнит и татаро-монгольская игра. Так вот, с точки зрения историков, естественно, не всех, там у них плюрализм мнений, колея российская не менялась где-то с 9 века нашей эры. То есть все, что вот мы знаем, это татаро-монгольская ига, 300 лет, Романовых, Рюриковичей, советская власть, и даже эти страшные лихие 90-е, это все звенья одной и той же цепи. Это одна и та же колея. Ну и тут я вступаю в очень зыбкое поле, где мнения поляризуются. Говорят, что за этой колеей стоит только одно – тотальное неуважение к человеку и к его правам. Держава в России – это все, а человек, соответственно, ничто. Чтобы это не звучало так отвратительно, люди говорят, вот на Западе права человека, а у нас здесь, у православных, у россиян, главное здесь Бог. Ну а Бог здесь держава. То есть стоит только немножко подменить понятие, и мы увидим, в чем суть этой колеи. При этой колее ожидать творчества очень трудно. Тот, кто проявит творчество, вы правильно сказали, отсюда достаточно быстро выезжает. Или ему помогают выезжать. И, наконец, третий, я, надеюсь, успею за этот короткий комментарий сказать, главный для меня психологический взгляд. Я его обозначу, вот, как и мои коллеги, какими-то вешками, какими-то символами. Первая вешка – это полное отсутствие в России критического мышления. Это неумение отделять факты от оценок этих фактов. На Западе есть специальная дисциплина, критическое мышление. Этому специально учат, потому что с этим никто не рождается. Увы, мне, как профессионалу, неприятно наблюдать, как люди образованные, высокообразованные, награжденные совершенно по заслугам степенями, полностью лишены какого бы то ни было критического мышления. Здесь этому не учили. И вот, поскольку время очень ограничено, второй важный момент, который и показывает самое дно проблемы, причины, это, конечно, мораль, нравственность, или, по-простому сказать, совесть. Нас называют, вот, по медицинской, биологической традиции, наш вид – homo sapiens. Человек разумный. Человек разумный. На самом деле, конечно, вершина – это не разум. Homo moralis – так надо было бы по-хорошему нас называть. Нынешнее наше государство, нынешнее наше общество держится на двух китах – на вранье и на воровстве. Пока мы что-нибудь с этими двумя китами не сделаем, ну, может быть, как в фильме «Левиафан» оставим только костяк, я не знаю. Нам не помогут ни природные ископаемые, ни безусловные таланты разнообразные наших граждан. Тут надо что-то делать. Надо меньше врать и меньше воровать. Но бороться с этими двумя врагами надо очень осторожно, потому что вот за последнее время они просто превратились вот в этот вот скелет нашего «Левиафана». И если мы так со всей энергией, ну, какая вот у нашего старого населения имеется, набросимся на вранье и на воровство, то, боюсь, тут вообще ничего живого не останется. Надо очень осторожно, постепенно демонтировать это и приучать людей, что трудом, праведным, можно нажить палаты каменные, что совершенно не обязательно врать непрерывно людям, чтобы с ними поддерживать добрые и хорошие отношения. То есть вот глубина эта вот психологическая, она неисчерпаемая, но не брать ее в расчет, как это делают вот коллеги, вот проблемы совести, по совести ты живешь или нет. Без этого не поможет ничего. Это вот та основа человеческая, которая и выделила нас. Не то, что мы научились что-то там руками делать или что мы стали какие-то завиральные мысли продвигать. Нет, вот это вот чувство. Откуда оно там? От Бога, не от Бога, но вот совесть. Нравственный закон внутри нас. Да, нравственный закон, о котором говорил Эммануэл Кант. Он восхищался наравне со звездным небом над головой. Без решения вот какого-то разумного вот этих вот совестливых проблем мы не продвинемся ни на шаг. Но это такая проблема, трудно решаемая. Ну, значит, мы получается делаем, перечисляем какие-то ключевые слова. Критическое мышление. Акцент на этом делаем. Труд прежде всего и нравственный стержень. Конечно. Совесть. Не будем пользоваться научными словами. Человеческими. Совесть. Совесть надо иметь, господа россияне. Тогда все будет здорово. На этом сегодняшний выпуск программы прощается с вами. До встречи в эфире открытого канала каждую среду или в любое удобное для вас время на нашем сайте. Спонсор программы компания Электроцентра Наладка.